Нуждающиеся семьи Напчан, где второй ребенок родился или был усыновлен в 2018 году, могут обратиться в пенсионный фонд для оформления ежемесячной выплаты и средств материнского капитала. Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, нужно общую сумму доходов семьи за последний год разделить на 12, а полученный ежемесячный доход разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если итоговая величина меньше полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату из материнского капитала. Сделать это можно в любое время в течение полутора лет с дня рождения второго ребенка. В Краснодарском крае размер выплаты 9845 рублей. Если обратиться, в первые шесть месяцев выплата будет установлена с даты рождения ребенка, с учетом предыдущих месяцев. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. Деньги перечисляются на счет гражданина в российской кредитной организации. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России. При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации и так далее. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от Пенсионного фонда России. При подсчете не учитываются суммы единовременной материнской помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества. Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет. Однако первый период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.